Вот и лето прошло. Деревья стоят почти голые. Но какая красота в нашем овраге! Обижать им целое путешествие. По крайне оврага растут кусты и деревья. На деревьях живут птицы-чернухи. Их домики похожи на корзины. Ни крыш, ни дверей. Домик собаки, конечно, лучше. Но ведь не у каждого пса есть своя конура. Я живу в старом деревянном ящике. Он очень старый и разломанный. Он из-под яблок. Но все-таки лучше, чем картонная коробка. Он вахнет яблоками, а по ночам мне снятся котлеты. Все мы вольные псы. Когда-то вокруг оврага была деревня. Маленькие домосмысливы построили большие. Хозяева уехали, а мы с собаками остались. Нас бросили. Так мы стали воинами сами. Верховодит у нас черный. Он большой и сильный. Все ему подчиняются. Только я держусь в стороне. Гордый, возьми меня в свою стаю. У меня нет стаи головастой. Но враге не должно быть две стаи. Тогда победи черного. Он вчера бросит в болотную мою шляпу. Головастый у нас умник. Часами смотрит на рваную газету и читает по слогам. Новости, спорей. Наперет свою дурацкую шляпу. И сидит с задумчивым видом. О чем думаешь, умник? Я книжку новую нашел. Особенно я люблю наш обраг ночью. С его глубокого дна видно черное небо, На котором много блестящих красивых звезд. От этого делается врус. Хочется спеть какую-то песню? Или позвать кого-то? Или рассказать кому-то что-то? Это вместо солнца всходит луна. Шайф стынет дымом. Холодок пробегает по спине. Внутри так сладко щенит. Я такса! Я бывшая танца! Где же детки мои? А я ученый. Я умный. Я славные песни пою. А я крошка. Я маленькая собачка-крошка. Я просто живу и живу. Дайте хроном. Подайте хроном. Дайте им маленький мне сочек луны. Хроном. Дайте хроном. Хроном.